Мои дорогие, привет, привет, добрый день. Пришла домой, принесла продукты. Купила продукты, знаете, поход в магазин, как, знаете, как испытание. Просто зашла в магазин и стрясла больше трех тысяч рублей. Ну это жесть, ну это много, блин. Но опять, знаете, я много всего купила. Сейчас буду показывать, доставать продукты и показывать, что я купила. Сейчас вы просто убедитесь. То есть цена три тысячи рублей, это уж не так и много для такого объема продуктов. И причем я покупала все, знаете, дешевле только даром. Так, взяла салат, взяла яйца, упаковочку. Так, вот нам абрикосики завезли. Вот абрикосики завезли. Я, короче, взяла все такие спеленькие. Вот чек, знаете, как сумма покупки. Три тысячи сто восемьдесят семь рублей сорок две копейки. Абрикосики просто отменные. Причем они в одном контейнере были такого разного калибра. Я взяла их все и перебрала. И взяла себе только самые лучшие. Там много было таких поделок. А я с самыми красненькими бочками все пересмотрела. Там плохие убрала. Ну, как плохие там были. Совсем без красных бочков. Я все себе убрала и взяла себе самые лучшенькие. Так, имбирь закончился. Корень имбиря, знаете, да, о том, что я пью вот такой вот напиток. Лимон, имбирь. Короче, лимон у меня есть, лимон не покупала. Вот имбиря взяла. Так, колбаса. Это как говядина отборная. Ну, на завтрак. На завтрак буду. Так, вот они, шарики. Ага, шарики куриные с сыром. Что-то их так все хватали, короче, я не знаю. На них такая скидка хорошая. Мне я, вот это, короче, вот эта подложка 99, что ли, рублей стоит. Это наша птицефабрика ревтинская. То есть это проявленное качество. Так, ну вот вина взяла. Ну, так, сейчас я вам все покажу, как вкусно. Я, короче, все по списку. Вот пиво взяла. Пиво взяла, две баночки. Ну, у меня одна еще есть. У меня и того три сейчас дома. Учитывая то, что пивко такое хорошее, одной баночкой жаждут. А видите, самое то. Огурчики. 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 Так, картошка. Так, картошка. О, мороженки. Ой-ой-ой-ой. А где она вторая-то? Я же две такие покупала. Так, ладно. Короче, вот такую мороженку купила. Но я же покупала две, наверное, в том пакете. Подождите. Пока не растаяло, нужно убрать. Так, взяла авокадо. Фу. Так. Ну, смотрите, да? Вот что за мешок взял и оторвался? Печень говяжья. У меня сейчас как раз эти дни, короче, знаете, поняли, да, какие? Что надо печень поесть? Завтра себе сварю, а пока уберу просто в холодильник. Короче, печень говяжья. Здесь 600 граммов. 600 граммов сейчас вместе уберу в холодильник. А помните, как она у меня в прошлый раз растаяла? Чтобы не допустить вот такого. Так, колбаса. Вот эту колбасу брала она очень вкусно. Ветчина по-черкизовски. Она просто кусковое мясо. Так, маслины взяла с косточкой. Так, сыр, сиртаки. Крекер. Крекер обыкновенный, оригинал. Ну, чтобы вместо, знаете, такого закусочного хлеба. Так, все, в этом мешке больше ничего нет. Пакеты покупала в прошлый раз. Ходила со своими пакетами в маркет, поэтому... Ну, чтобы не тратить деньги. Потому что пакет стоит 7 рублей. Все вообще, что ли, если бы еще плюс 2 пакета за 7, это было бы вообще не 3187, а 3200, там, 2. Ну, зачем тратить лишние деньги? Я еще раз схожу в магазин. Что в этом, смотрите. Хороший чистый пакетик. Сложу аккуратненько. И еще раз схожу в магазин. Так, показываю дальше покупки. Вот, у меня же еще один пакет. Так, сейчас будем раскладывать. А, вот она вторая мороженая. Вот вторая мороженая. Ну, короче, по 40 с чем-то. 100 или 100. Вторая. Лето, хочется же мороженого. Так, вот сок взяла. Сок такой и такой. Сейчас. Он все по акциям. Все по акциям, исключительно. Торт взяла. Вот кошелек мой. Какие я тут карточки? Нет, все карточки домой принесла. У меня же еще есть дисконтная карта магнита. Ну, как, она не дисконтная, она типа докопительная. А, кстати, вот сколько у меня там уже бонусов? Баланс бонусов 50. О, 50-80. То есть, со следующей покупки. Видите, 50 рубликов у меня тут есть. Так, начислено бонусов за эту покупку 31 рубль 90 копеек. Баланс бонусов 50 рублей. Вот, в следующий раз. Это уже чек отлетел. Вот, смотрите. У меня уже чек порвался. В следующий раз я могу получить скидку на свою покупку 50 рублей. Очень приятно. Вот такие купаты взяла. Годны до 1 июня. Вот такие вот цирки взяла. Тоже хорошая скидка, там 40 с чем-то процентов. Про еленый товар надо брать. Вот, два йогурта. Йогурт греческий. Так, грецкий орех, мед. Этот срок годности этого йогурта, сейчас скажу, до 17.06. Сегодня 26.05. До 17.06. Вот таких два йогурта взяла. Эйпи-то взяла йогурт. Но тут нужно сожрать его раньше. То есть здесь срок годности. Вот тут 49 или 50 процентов. До 31 мая. То есть у него срок годности 5 дней осталось до окончания. Так, бабские дела. Ну, короче, смотрите. Печень – это потеря гемоглобина, восстановление прокладки. Это звенья одной цепи. Это звенья женского здоровья. Девчонки, кстати, если... Просто вам рассказываю. Я знаю, что у меня больше всего смотрят категория девушки. Если себя во время критических дней... А давайте как бы... Зачем это как-то скрывать? Ну, это же естественно. Что естественно, то не без оргазма. Так вот, я хочу сказать о том, что... Если вы себя плохо чувствуете, вот у вас упадок сил, там вот какая-то вот вялость, кушайте печень. У вас просто падает гемоглобин. Кушайте печень. Причем печень вареную. Вареную и теплую. Я это вам как донор говорю. Поэтому, девочки, плохо себя чувствуете в эти дни? Кушайте печень. Так, вот груши взяла. Видите, какие? Три такие большие груши. Там на килограмм вытянули. Суки такие дорогие. Груши. Вот такой вот сыр взяла. Брынзу. Вот такую вот колбасу взяла. Вот такой сыр. Президент классический. Морковь. Ну, это мне надо суп варить. Морковь. Вот такую колбасу. Колбаса тут очень хорошая. Омский бекон. Колбаски киевские. Они обалденные. И сейчас там такая акция на них. Я вам сейчас покажу. Я даже сфотала вам специально. Так. Семки. Помидорки. Помидорки тоже такие тяжелые. Со всего леса. Потом вот такие вот чудо-десертики. Тоже хорошая такая скидка на них была. Вкус шоколада. Чудо-десерт. Сырок глазированный. Они такие дорогущие. А вот по акции можно взять 10.06. Срок годности окончания. Произведены 11 мая. Срок годности до 10.06. А здесь точно так же. Я взяла два последних. Там коробушка. Знаете, такие очень хорошо расхватывают. Так, мерсинчики я показала. И самое-то, что интересно, чтобы вы просто обалдели и знали, что я хорошая хозяйка, дрожжи взяла. Печь буду. Блин. Я на кассе стою. Иринка все-таки отбивает, 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 отбивает. И такая мне говорит. Инна, ты дрожжи взяла? Я говорю, да. Она такая. И прям заржала. Я такая говорю, ты что? Давай, говорю, там бей. Пробивай, не отвлекайся. И она мне пока там, чек же он длинный, как бы распечатывает. А он говорит, дрожжи взяла. Я говорю, я вот напеку пирогов, тебе еще принесу к обеду. А она говорит, давай, давай, приноси. Так, в итоге. Вот смотрите, сколько я всего купила. Вот, сколько купила. Видно? Ну, согласитесь, что это много. И еще, учитывая то, что еще печень, которую в холодильнике, 600 граммов. Мука, подождите, сейчас я вот еще печень достану, мороженки достала. Чтобы это была целая картина. Ну, вот. А, вот еще прокладки. Ну, смотрите. Ну, это разве мало? Ну, это я купила все на 3,185. Нормально? Нормально, я тоже считаю. Так, сейчас будем смотреть, разбирать все по ценам. Знаете, да? Кто знает меня, тот знает, что хера-2 что-нибудь я куплю без акций. Хера-2. Без акций я могу купить только хлеб. А сейчас, я же каждый день раньше заходила после работы, попутно всегда в магазин. Сейчас печень уберу. А сейчас-то, ведь я хожу в магазин раз в 10 дней. Из-за этой пандемии я вообще никуда не хожу. Так, семечки. Так, смотрим. Надо же так, а? Изорвать весь чек. Так, пиво светлое. Пиво светлое, пастеризованное. 104? 104,90. Одна баночка. Короче, 209,80. Это первое в чеке. Так, 209,80. Учитывая то, что у меня пиво еще такая одна баночка есть. А пиво хорошее, у меня было две баночки. Взяла на пробу, то вот эти вот, у меня итого три. Ну, пускай лежит, это есть, пить не просит. Вот у меня вот тут вот в ящичке заготовлено пиво для счастливой жизни. Я же хотела шампанское взять. Что думаете, брюда по акции нет. Я не куплю, я не куплю шампанское, знаете, там за 450 рублей. Если я знаю, что я смогу его купить там за 270. Я пока попью вино. Вот вино, кстати, взяла. Вот вино. Я не буду брать. Там 439, что ли, Лев Голицын брет. Так вот, глядь. Да надо же так было изорвать, честно. Пришла с целым, все порвала здесь. Что за человек, а? Так, вино Кастилья Санта-Барбара. 339 рублей. Это цена с 40% скидкой. Хорошая, из одного сорта винограда. В бочках было 3 года. Год урожая 2015. Так. Темпронилья виноград. Категория, категория, блядь, где там? Вино защищенного, географическое указание, сухое, красное. Регион Кастилья. Санта-Барбара Вьеха. Так, да, так. Темно-бордовый цвет. А что я хотела брать человек? А, категория вина. Что, блядь, без категории, да? Без категории. Ну, ладно. Вино выдерживается. Можно было... Без категории. Ну, ладно. География. Зато она стоит. Там было с категорией. И этот, как сказать... Год урожая был выше. Ну, там она стоила на 100 рублей дороже. Если человек безработный, экономлю. Но без понижения в качестве напитка. 339. Это... Представляете, а настоящая цена плюс 40%. Так вот. 339. Сейчас сразу же уберу. Вот сюда вот. Так. 339. Следующая смотрю. А, печень говяжья. Вот этот вот комочек печень говяжья. На 119 рублей 40 копеек. Я уже в холодильник убрала. Так, шарики куриные с сыром. Один лоток. 99,90. Где они, кстати, шарики? Шарики куриные с сыром. Сейчас я их приготовлю. Пока тут буду разговаривать, они у меня приготовятся. Я что, голодом буду, что ли? Ой, блядь, налила. Так. Сейчас. Я люблю такую еду, которая быстро готовится. Вот, шарики, они уже, считайте, готовы, да? С сыром. Такая сковородка нарочношная. Вот сковородку эту я не очень люблю. Все хочу ее выбросить. Чуть ее рука не поднимается. Сейчас маленько разогреется я. Так, дальше рассказываю. Шарики куриные с сыром. Один лоточек. Это наша продукция, нашей птицефабрики. Находится там, знаете, 100 километров от меня. Там в сторону Екатеринбурга, туда маленько свернуть. Так, 100 рублей вот этот вот лоточек. Это тоже очень хорошая цена. Так, купаты, свиные, охлажденные. Это тоже по акции. Завтра их приготовлю. 99, это что там, полуфабрикат мясные и свинины охлажденные. Вот, 99,90, да? Купаты, а, купаты, свиные, 96,90. Так, сейчас я их уберу в холодильник. Потому что они охлажденные, чтобы они и были охлажденные. Чтобы они были не проклаженные. Так, нос чешется. Я пришла, руки-то помыла. Но сейчас ничего страшного. Сейчас я их достану. Вот видите, слиплись. Что они брызгают, вы не знаете? Я не знаю. Сука! Еще и на меня, в мою сторону. А сейчас, блядь, крышку достану. Придурочные купаты, блядь. Еще думала брать, вас не брать. Не надо было брать. Чуть меня не обожди. Противные, блядь, какие. Еще сейчас окажется, если не вкусные, я жалобу напишу. На этот сайт. Что, меня запачкали тут, нет? Нет, вроде бы. Ну, ладно, сука, поем. Видали, да, как? Всюду, блядь, не угрожают. Так, что там, детчик? Дальше разбираю покупки. А, вот так, купаты свиные, все, убрала. Нектар вишневый. Вот такой вот ричик стоит. 96,90. Это очень хорошая цена. Так, 180. Ну, короче, я купила половину. 96,90. Так. Рич. Этот тоже стоит 96,90. Апельсиновый. Очень вкусный. Я вам сейчас, короче, расскажу рецепт. Слушайте. Кто знает, что я любитель самогоночки? Так, смотрите. Давайте будем серьезно относиться ко всем вещам. Вы знаете, да, что я любитель самогоночки. Так вот, вот эта вот самогоночка. Сейчас вам дам такой рецепт. Плюс вот такой вот прекрасный сок рич. Получается очень вкусный напиток. Прямо, знаете, вот даже вот можно было бы сейчас, но я обещала до четверга не пить. До четверга я обещала не пить, поэтому запоминайте, да. Смотрите, самогоночка плюс сок рич. Вот именно вот этот вот, именно с утонченной вишней. Очень хорошо идет. Очень вкусно. Вот чучу этому меня научили в СДЭКе. На корпоративах. Так, короче, запомнили, да? Так. Сок, сок. Сейчас смотрим дальше. Так, сок апельсиновый, говядина. Что это у меня за говядина отборная? А, вот она. Говядина отборная. Вакуумная упаковка, нарезка. На завтрак себе взяла. Говядина отборная. Вот это вот стоит всего лишь 69,50. А скидка на это 50%. 69. На завтрак себе, на бутерброды. Сейчас я уберу на холодильник. Так, будем считать, что убрали. Так, говядина отборная. Так, что еще? Морковь мытая. Где? Две морковки за 15 рублей 16 копеек. Надо же, суп будет сварить. Получается, смотрите, если две морковки 15, то одна морковка 7,50. Нормально. Сейчас я уберу ее в холодильник. О, зря взяла. Надо было одну взять, сэкономить. Потому что одна-то вот есть морковка. О, и это же еще не пропащая, а точно такая же хорошая. А я еще думала, одну взять морковку, одну взять морковку или две. Ну, жадность победила, и я взяла две. Ну, ладно. Вот у меня сейчас, короче, и того три морковки у меня. Ладно. Так, что там у меня дальше? По плану. Что у меня, жарится-то или что? Уже, уже, это, меня эти обидели, эти шарики, блядь. Ну, конечно, хер ли сейчас не жарится. Еще надо проверить, вот костюм поди пятна тут жира. Морковь мытая. Так, Олвис. Девочки, кто знает цены? Вот в магните вот такие вот прокладки стоят. Сто девять девяносто. Кто знает, кто, девочки, кто пользуется, тот знает, что вот такая упаковка прокладок, здесь шестнадцать штук. Сто девять девяносто, представляете? А если по капелькам, то это среднячок. Видите? Среднячок. Ну, поэтому, ладно. Ну, за сто девять, знаешь, это практически, это практически даром, сто девять рублей, такие прокладки. Не на ночь, ну, вот, днем ходить, когда ты себя контролируешь. Так, Олвис прокладки. Ветчина по-черкизовски. Сто сорок девять девяносто. Ветчина по-черкизовски. Сто сорок девять девяносто. Так, убираю в холодильник. Так, убираю в холодильник. Ну-ка, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Короче, я для вас специально сфотова. Вот видите? Вот видите, вот эта вот ветчина с сорок четыре процента скидка. Сто сорок девять цена у нее обыкновенная. Видите? Сто сорок девять. Вот эта вот ветчина, которую я взяла, шестьдесят семь процентов скидка. Вот она. Шестьдесят семь процентов. Я ее взяла за сто шестьдесят девять. Видите? Вот эта вот говядина, которую я уже убрала. Это, видите, она порезанная. За шестьдесят девять я взяла пятьдесят процентов скидка. Так, вот это что? Вот это вот маленькая колбаска. Представляете, я взяла ее всего лишь за сорок два рубля. Я еще думаю, какая-то, блядь, какая-то подозрительная. Шестьдесят девять рублей. Ой, шестьдесят девять процентов скидка, а начальная цена сто сорок два. Прикиньте, сто сорок два. А ну это вот я вздек куплю конфеты. Вот там в зоне. Я Саше сфотографировала. Сфотографировала своему руководителю. Сказала, Александра, купить нет вздек. Я все равно говорю, поеду за посылкой. Вот такие у нас конфеты вздеки. Лежат на стойке. Ой, эти. На стойке для клиентов. Ну, короче, вот если пейте колбаса. Видите, какие цены? Видите? Какие скидки, какие цены? Это я специально для вас сфотографировала. Где чек? Надо же было изорвать, а? Так, прокладки Олли. Свечина по-черкизовски. Сто сорок девять. Ну, видели, да, что это хорошая скидка. Так, маслины. Семьдесят четыре девяносто. Я маслины, оливки предпочитаю кушать с косточкой, потому что они вкуснее гораздо. Внутри вот это вот, когда косточку убираешь, там жидкость выпадает, и они становятся невкусные. Они становятся вообще невкусные. А вот с косточкой, берите всегда с косточкой, и вы во вкусе не разочаруетесь. Очень-очень вкусные с косточкой. Не конкретно эти, а вообще с косточкой нужно брать. Так, маслины с косточкой семьдесят четыре девяносто. Допустим, маслины вообще дорогие. Вот такая баночка может стоить там сто шестьдесят, а я за семьдесят четыре купила. Вот это тоже там какая-то цена со скидкой. Так, абрикосы. Вот так, следующий лоб, это абрикосы. Так, вот это вот сейчас маслинки вот сюда уберу. У меня тут хранится. Так, абрикосы. Вот это вот, вот это вот коробушка абрикоса. Вот это вот, вот здесь вот стоять. Буду ходить, вот так вот подойду, вот так вот руки помою, абрикосик возьму, помою, вот так вот и буду есть. Так, абрикосы, двести девятнадцать рублей, цена за килограмм. Вот в этой коробушке, вот в этой коробушке восемьсот сорок граммов на сто восемьдесят три рубля абрикосы. Так, сто восемьдесят три. Так, смотрим дальше. Семечки. Семечки от Мартина. Тридцать девять девяносто. Семечки вот здесь лежат у меня. Здесь хранятся. Семечки. Сыр сливочный. Восемь ломтиков. Президент. Шестьдесят восемь девяносто. Шестьдесят восемь девяносто. Паран, паран, паран. Так, сыр брынза. Где он? Брынза легкий. Вот этого коробушка. Здесь ни много ни мало. Твести пятьдесят граммов. Очень хороший сыр. Девяносто четыре девяносто. Но это тоже цена очень хорошая она по акции. Сыр. Так, сыр. Так, десерт творожный глазированный ванилью. Вот они, вот эти вот десертки. В прошлый раз я их покупала гораздо дешевле. Но сейчас тоже акция есть. За шестьдесят два рубля здесь три штучки. Они стоили в прошлый раз тридцать семь рублей, что ли. Ну тут сейчас цена, наверное, процентов сорок, может быть, сорок пять. В прошлый раз была цена за шестьдесят восемь, что ли, процентов. Магнит дает хорошую цену на продукты. Короче, вот это вот за шестьдесят два рубля. Сейчас я уберу все в холодильник. Так, дрожжи. А ничего, между прочим, смешного. Дрожжи я вот пироги буду скоро печь. Дрожжи семнадцать. Недорого, но вот буду печь. Так, сыр сиртаки. Маленькая. Вот видите, там маслиночки купила. И сейчас еще для греческого салата. Сирта. Пятьдесят девять девяносто. Вот одна маленькая коробушка. Это тоже по акции. Цена у нее так в разы больше. Процентов на тридцать. Если цена, допустим, меньше, чем на тридцать процентов скидка, я вообще не беру. Я не беру. Я только хожу, все беру по акциям. Так, сырок творожный. Так, глазированный. Три шоколада. Тридцать шесть девяносто. Генни. Ну, вот мне, с кофейком утром. Тридцать шесть девяносто за штуку. На семьдесят три восемьдесят. На семьдесят три восемьдесят. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, колбаски киевские мини. Какие колбаски киевские мини? Это что? Так, вот это надо выяснить. А-а-а-а. Колбаски киевские мини. Вот-вот-вот-вот. Я поняла. Вот эти, наверное, которые я уже украла. Сейчас я проверю уже. Где они? А, вот они. Крахмал картофельный. Короче, дальше лучше не читать. Пиздец. Короче, на сто четыре рубля. Вот такая вот. Так. Сейчас у меня всего будет в избытке. Колбаса юбилейная. Вот эта вот колбаса стоит сорок два девяносто. Сейчас не буду постоянно по холодильнику открывать. Потом все вместе положу. Так. Салат. Вот этот вот салат. Сорок девять девяносто. Так. Вот это вот все. У меня на... Вот у меня список, с которым я ходила. Так. Сорок девять девяносто. Так. Торт кирамису. Вот этот вот торт по скидке двадцать четыре процента. Сто двадцать рублей. Продукция вот этой марки очень вкусная. Очень вкусная. Правда. Я в прошлый раз покупала такие корзиночки, блядь, непрятающие во рту. Точно знаю, что не прогадала. Точно знаю, что он вкусный. Где-то меня кто-то угощал им. Где-то то ли в гостях мне кто-то кусочек предлагал. То ли что. Короче, торт вкусный. Сто двадцать рублей стоит. А здесь сколько граммов? А он до 10 августа, 10 февраля произвел. 350 граммов. Торт хороший. Ну, потому что вот видите у меня сколько покупала. Вот у меня всего лишь одна коробочка осталась. А, ну нет ни одна. Вот там у меня коробка вдохновения есть. Ну, вдохновение нужно ждать, пока у меня будут вдохновения. Жрать вдохновение. Вот там у меня видите коробка вдохновения лежит. Ну, ладно. Это лишним не будет. Так, где тут? Там у меня еще маршмалоу лежит. Есть пить не просят. Это быстро расходится очень. Стоит только начать жрать это все. Вот. Может их перевернуть пора? Эти ебаные шарики, которые меня поселили. И негде, да, блядь, противные? А и уже слиплись. Ой. Все. Жарьтесь. Продолжайте. Так. Ладно. Что там у меня дальше на повестке дня? Колбаски киевские. 104. Так, это. 619 грамм. Колбаса юбилейная. 42,90. Показала. Салат в горшочке. Показала. Торт 120. Угу. Йогурт епика. Так. Вот это вот епика, яблоко, корица стоит 32. 32,20. Ну, для епики, блядь. Или эпика, как там ее называют. Короче, для епики это очень хорошая цена. Вот такая вот эпика. Так. Йогурт Савушкин продукт с грецким орехом. 29,90 за одну штучку. Это очень хорошая цена. Очень-очень. Короче, 59,80 за две коробочки. Угу. Так, Савушкин. Груши Вильямс. 104,27. За три грушки 104,27. Ладно. Авокадо вот я тут взяла. Авокадо. 770 граммов. Короче, цена у авокадо 249,90 за килограмм. Вообще даром просто. Но они такие вот, они, во-первых, они мелкие. Сейчас покажу. Они мелкие и твердые. Но они полежат и будут хорошие. Они полежат ровно три дня и будут прекрасные. Так, авокадо. 250 граммов. 250 граммов. Короче, вот эти вот пять штучек авокадо за 192 рубля. Корень имбиря. 47,48. Так. Вот этот вот корень. Короче, имбирь сейчас вообще подешевел. Вообще даром раздают. 249,90. Здесь 190 граммов. На 47,48. Картофель. 35,92. Вот суп буду варить. Картофель. 800 граммов здесь. 44,90 килограмм. Молодая картошка. На 35. Ладно. 35 картошка. Ну, мороженое. Вот 43,14. Две штучки на 86,28. Мороженое убрала в холодильник. Огурцы гладкие. 58,33. Где они огурчики? Вот эти вот 58,33. Сколько тут? Три огурчика. Крекер с солью. Где он? Надо убрать. 39,90. Вообще, если честно, надо было еще икорки взять. Ну, уж ладно, не до икорки. Томаты. Килограмм помидоров. 119,99. Три помидорки это 800 грамм. 83,99. Ой, блин, как дорого все. Вот яйца. 47,90. Они пропащие. 19 мая сделаны. А, блин, надо было пораньше взять изготовленные. Сегодня 26, они опять будут вариться и опять будут отставать. Плохо отставать от скорлупы. Все. Смотрите, как я все, как я все сэкономила. 3,187. Ну, это еще, смотрите, я на пакетах сэкономила. И очень много купила, что по скидке. Все. Смотрите, я купила и мясные продукты, и печень. Я сейчас все, короче, сложу в холодильник и вам покажу, как это в холодильнике будет выглядеть. Короче, смотрите, я все уже практически сложила. Сейчас у меня хоть и еда есть. Да? Ну, вот не пропаду. Какое-то время смогу протянуть. Так, а учитывая то, что я писала. Так, что я не купила? Картофель купила, морковь купила. Вот лук не купила, но лук очень плохой. Там какой-то полугнилой. Решила не брать. Зелень не купила. Зелень надо зайти взять. Печень купила. Имбирь, корень купила. Фрукты купила. Шампанское не купила. Вот шампанское надо еще взять. Вино купила, пиво купила, сыр купила. Печень. Печень два раза написала. Ну, вот видите. Печень два раза написала. Колбаса. Колбасу взяла. Яйцо, семечки, конфеты. Конфеты взяла. Или взяла. Подожди. А, ну я торт взяла. Ну, ладно уж. Пока первое время не пропаду. Вот видите. Бекер-хаус, тирамису взяла. Коробочка Мерси есть. Там коробочка вдохновения есть. Не пропаду. Авокадо взяла. Все. Короче, я опять очень много сэкономила. На 3... На 3,187 купила, а сэкономила. А сэкономила. Короче, все. Раскладываю. А, вот еще прокладки купила. Ничего себе, да? Все, короче. На загрузку видео. Продолжение следует... Продолжение следует...